В Татарстане есть учебное заведение, которое может гордиться тем, что подготовило трех руководителей республики. Гумер Исмагилович Усманов, первый секретарь татарского обкома КПСС в 1982-1989 годах прошлого века. Митимир Шаймиев, первый президент, государственный советник республики Татарстан. И, наконец, Рустам Мениханов, действующий президент республики Татарстан. Все они окончили Казанский сельхозинститут, ныне Казанский аграрный университет. Сто лет ему исполнилось на этой неделе. Зуфар Давлетшин побывал в учебном заведении, которое специализируется на подготовке президентов. В этом здании в Казани на улице Карла Маркса и начал сто лет назад работать институт сельского хозяйства и лесоводства. Остался здесь ректорат и институт экономики, один из трех институтов ныне Аграрного университета. С Иемя Себгатулина здесь работает 45 лет. Сначала заведующий культпросветотделом, а сейчас директор комплекса музеев. Их три, в каждом институте свой. Два из них организовала недавно. Историю вуза и людей с ним связанных знает досконально. Истоки аграрного образования начались именно с северо-восточной учебной фермы в 1846 году. Сейчас на месте той северо-восточной фермы микрорайон Ферма-2, где расположен институт агробиотехнологий и землепользования Аграрного университета. В университете тот студент почтения, кто больше научился, а чей-то сын, кто нет нужды. Здесь в почете не только заслуженные миллиораторы. Будущий аграрий – это, можно сказать, специалист широкого профиля. Кроме узкопрофессиональных наук, здесь цитируют Ломоносова, изучают право философию и филологию. Красиво говорить – тоже наука особая. Литературный язык – высшая форма национального языка. Поговорка «что посеешь, что пожнешь» – здесь не просто крылатое выражение. Прежде чем в землю что-то посадить, надо все это изучить и подготовить. Здесь, как у медиков, как минимум, нельзя навредить. Потому и на выходе из земли проверка. Что же выросло? Нитраты в повышенном содержании, повышенная концентрация вредна для нас, для теплокровных. Втыкаем, нажимаем, содержаем нитраты. Трудно поверить, но говорит – 0 миллиграммов. Без нитратные овощи и всякая другая не только полезная, но и красивая растительная продукция является на свет здесь же, в собственных теплицах, оранжереях, питомниках. И для собственных нужд в каждом здании и рядом множество зелени и цветов. И для других желающих расцветить свою жизнь. Центр ландшафтного дизайна тоже свой. Здесь учатся и с камнем работать, и с деревом, и, собственно, с самой растительностью. Это уже не просто сельское хозяйство, а архитектура ландшафтов. Кто был, так скажем, отцом, кто был матерью, все это тоже сохранит, селится. Искусственный отбор на смену естественному. Каждое последующее поколение должно быть лучше предыдущего. Это и про животноводство, и про будущих специалистов, и про технику. В сельском хозяйстве осуществляются сложные технологические процессы, а также машины. И в связи с этим циправизация идет только в помощь нашим механизаторам. Сейчас механизатор – это не просто тракторист, он обученный инженер. Естественно, как бы сказать, мечта – это работать с землей. Люблю заниматься с животными, все то, что связано с сельхозом. Я выбирала между Тюменью и Казанью. Агропромышленный комплекс в нынешнее время, мне кажется, очень сильно развивается. И также у нас есть направление роботизации, например. Вы знаете особо знаменитых выдающихся выпускников этого возраста? Конечно, сегодня студент, завтра президент. А это знает любой студент Казанского аграрного университета. Особо гордится своими особенными выпускниками Институт механизации и технического сервиса. И вот это знамя подарочное было получено нашими студентами, которые одни из первых поехали на Целину покорять целинные земли. Среди них был наш студент факультета механизации и технического сервиса, студент Шайниев Ментимир Шарипович. Тогда еще автобиография будущего президента республики умещалась на одной странице. А первый костюм был куплен к выпускному для общей фотографии с одногруппниками. Учились здесь и его предшественник, и преемник. На переднем плане вы видите фотографию нашего выпускника 1961 года Усманова Гумира Исмагеловича. Дальше здесь фотографии представлены нынешнего президента, выпускника нашего факультета механизации и технического сервиса Мениханова Рустама Нургалиевича. Бывший студент теперь не просто почетный гость, условия в которых будут не только учиться, а и жить студенты в прямой теперь зависимости. Не общежитие, а дом студента капитально отремонтирован. Здесь есть что вспомнить. Пять лет я здесь жил, учился. Учились мы в основном на Карлом Марксе. Жили в конце вот самые крутые студенты жили вот в этом комплексе. Здесь учились, а потом и учили династиями. Многие выпускники стали известны не только в республике. Корни, видимо, проросли из того самого зерна, посеянного при организации вуза. Первый ректор Николай Парфентьев выходец из Казанского университета. Руководил физико-математическим факультетом. Видимо, тогда и была установлена высокая планка. Айрат Валиев, 19-й ректор вуза. Айрат Валентин, уже ни для кого не секрет, что выпускники этого вуза, известные и выдающиеся люди, скажем так, что нужно для того, чтобы из студента стать президентом? Нужно, прежде всего, хорошо учиться и, во-вторых, трудиться всю жизнь, прилагая все усилия. Я с уверенностью могу сказать, что будущее наших выпускников, оно будет успешным, безусловно. Мы, прежде всего, конечно же, работаем с сельскими ребятами. Я считаю, что они более ближе к земле. И снова по родным когда-то коридорам уже не учиться, а скорее учить. Уже не с надеждой смотреть на преподавателей и ректора, а исполнять те самые надежды вузовцев. И, конечно, в очередной раз выразить слова благодарности за полученные знания и умения. Уважаемые коллеги, я горжусь тем, что я тоже учился именно здесь. Диплом университета всегда был знаком качества. Уверен, так и будет и впредь. И, конечно же, хотел бы отдельно поблагодарить наших предподавателей, ветеранов, которых с нами сегодня, которых нет. Весь коллектив сегодня имеет право быть таким передовым коллективом в области науки, в области производства. Славу мы поем тебе, а значит и родной земле, без которой смысла жизни нет. Зуфар Давлечин, Александр Лобанов, Андрей Ключников. 7 дней. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ